Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый-добрый весенний денёк, я бы так назвал. Замечательная погода, несмотря на то, что ближайшие дни обещают похолодание. Но мы-то с вами живём сегодняшним днём и радуемся именно ему. Есть чему порадоваться. Я как минимум вижу в студии знакомые лица и уже этому рад, что они наконец-то добрались и готовы принять участие в моей сегодняшней программе. Итак, сухой остаток на Финам-ФН. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну, а мы сегодня обсуждаем тему долгового рынка, ну и поговорим о всём сопутствующем этой теме. В общем, традиционно в это время ситуация на финансовых площадках, тема сухого остатка. Итак, представляю гостей в студии Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра. Добрый день, Артур. Добрый день. И в студии Дмитрий Монастыршин, заместитель начальника отдела анализа предприятий и отраслей, промсвязь банка. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Давайте пообсуждаем, что же такое творится вокруг. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мнениями. Ну и давайте я начну с того, что нарисую так называемую, нравится очень мне эта метафора, картину маслом. Итак, пардон, все еще по привычке, я да, прежнее время вспоминаю. 1505 в Москве. Что происходит на финансовых площадках на это время? Начну я с закрытия вчерашнего, закрытия американской торговой сессии. Опять показали они отрицательные, ну опять за три дня, по крайней мере, вновь. Показали индексы основные, американские, отрицательную динамику. CP просил на полтора процента, чуть меньше на процент Dow Jones и почти на два процента Nasdaq. То есть опять мы видим, да, некое формирование, видимо, краткосрочного диапазона. Думает о том, да, американский рынок, куда же пойти все-таки. Пойти дальше, стартовать исторические максимумы, да, штурмовать. Либо все же он услышит, наконец-то, ежедневные, я так понимаю, многомиллионные, многомиллиардные воззвания, апелляции к нему, когда же начнется коррекция. Ладно, итак, американцы в раздумьях, бог с ними. Смотрим на азиатскую сессию. Шанхай композит в небольшом плюсе, Nikkei просел больше, чем на процент. Разнонаправленная динамика на азиатских рынках. Наши сегодня веселее, да, веселее выглядят, чем предыдущие дни. По крайней мере, позитивная динамика сегодня и отскок, некий отскок происходит на отечественном рынке. РТС прибавляет процент на этот момент, МВВ чуть скромнее, 0,7%. Но главное, что в плюсе, в так же небольшом плюсе, европейские площадки, футские 100, 0,4% прибавляет. Смотрим на сырье и на Форекс. Сырье, нефт марки Brent ниже 100 торгуются. Но тоже, видимо, отскок какой-то сформировался. И, собственно, восстанавливается сырьевой рынок. Brent еще раз, 99 за бочку, LightSuite 88 за бочку. Золото продолжает формировать среднесрочный диапазон. Ну, видимо, так он и будет выглядеть, 1300-1400. Далее, индикатор валютного рынка, евро-доллар. Также, в принципе, можно говорить о диапазоне каком-то. 1,3060 сейчас его текущая котировка. В общем, все там более-менее ясно. Ну, и учитывая, да, что, еще раз повторю, отскок сегодня. Есть повод для отскока, видимо, какой-то. Основной набор голубых фишек сегодня весел, зелен. Из лидеров роста АвтоВАЗ 4%, Аэрофлот чуть больше 3%. Ну, давайте, наше все. 122 рубля стоит наше все, 0,2%. Плюс, это я о Газпроме. Банковский сектор тоже сегодня в зеленой территории. 1,5% Сбербанк и ВТБ прибавляют. Хуже рынка НЛМК. Обыкновенные акции теряют 0,3%. Остальное все более-менее. Более-менее. Надолго ли? Ну, это даже риторический вопрос. Я понимаю ваш ответ, уважаемый гость. Скорее всего, ненадолго. Итак, вот такова картина масла. Ну, и возвращаемся к нашей теме. Заявленный долговой рынок. Кстати, не случайно, да, Артур, как профессионал, именно этой темы. Не случайно сегодня мы говорим именно о долговом рынке, потому что, очевидно, да, собственно, риск, неприемлем сейчас в глобальном понимании инвесторов, ну, тот самый риск, да, который позволяет зарабатывать, который рассматривается как рынок акций, прежде всего, как сырьевые активы. Все это он активно продает последнее продолжительное достаточно время и смотрит на альтернативу. Но, как известно, да, из профессионального трейдинга альтернативы это рынок долговой, рынок так называемых фиксированных доходностей. Ну, и, наверное, он в большей степени сейчас популярен. Артур. Ну, вообще, да, сейчас долговой рынок, если говорить о российском долговом рынке, является, наверное, самым интересным сегментом, в частности, иностранных инвесторов. То есть мы знаем, что иностранцы уходят с рынка акций, бегут, я бы сказал даже, ну, это всем известный факт, да. В то же время рынок облигаций является очень интересным. Что происходит сейчас? Почему интерес? Во-первых, надо отметить, что последние, там, 4 месяца ситуация на российском долговом рынке изменилась и отличается от того, что было, например, скажем, год назад. Год назад, например... То есть сильно изменилось, кардинально изменилось. Видите, просто даже, я бы сказал, поменялось много парадигмы, можно так сказать. Ну, это серьезно. В чем интерес? Скажем, год назад главный компонент, который влиял на доходности на рынке, это была цена на нефть и глобальный аппетит к риску. Куда нефть идет, туда мы так отыгрываем это. Если посмотреть на последние 4 месяца, что происходит, мы видим, что есть абсолютная раскореляция между ценой на нефть и доходностями на рынке ФЗ. Почему? Здесь два очень интересных фактора. Во-первых, мы знаем, что глобальная экономика, в общем-то, восстанавливается. Америка показывает там признаки восстановления. Ну, как минимум, Америка восстанавливается. В то же время мы знаем, что ФЕД будет покупать активы, соответственно, доходности базовых активов очень низкие и снижаются. Ну, то есть не то, что снижаются, но находятся на очень низких уровнях, имеется в виду по американским гособлигациям. Естественно, иностранные инвесторы в условиях выставления меры экономики и в условиях низких базовых, ну, ставок по базовым активам, еще это интересные пути вложения. Естественно, выходит на... Причем, можно сказать, если мы смотрим на доходности по трижерям, да, то реальная ставка вообще отрицательная. Ну, если смотреть... Можно об этом тоже, конечно, посмотреть тоже. Суть в том, что глобальные инвесторы начинают скупать облигации Mergen Markets, развивающихся рынков, и российские облигации в их шорт-листе находятся. Если посмотреть, когда приходит приток средств на развивающиеся рынки в облигации, доля там России всегда больше 10%, то есть это очень отличный показатель. То есть это первый фактор. Доходность базовых активов низкая, инвесторы берут и закупаются облигациями развивающихся рынков. И второй фактор, который сейчас влияет, это, естественно, инфляция. Инвесторы западные отслеживают такой показатель, как реальных процентных ставок, то есть номинальная ставка минус инфляции. И когда видят, что реальная ставка начинает расти, они начинают покупать облигации этой страны. То есть для того, чтобы инвесторы закупались облигациями, облигация, ну, ФУЗ, например, да, российские облигации, они отслеживают снижение инфляции. Мы сейчас видим, что есть тренд на снижение инфляции, и, соответственно, популярность у ФУЗ растет. И мы видим, что самая популярная бумага у ФУЗ 26207, одна из самых длинных бумаг, она сейчас таргетирует инфляцию. Соответственно, куда инфляция идет, туда и она. И, естественно, то есть я хотел сказать о том, что весь мой налог был сведен к тому, что сейчас доходности на нашем рынке отслеживают инфляцию, которая снижает, соответственно, и есть благосрочный потенциал для ценового роста гособлигации. И второе, мы видим то, что есть большой спрос со стороны нерезидентов на наши бумаги. То есть два мощных фактора. Ну и еще, конечно, надо отметить, что, скорее всего, Центральный Банк России снижится. У нас тоже хотелось поподробнее поговорить, но прежде чем мы это коснемся, тема, это хорошая тема, интересная, ну и опять в наш сегодняшний сюжет вписывается. Смотри-ка, если вернуться опять, да, к всем нынешним преимуществам для инвестора, долгового рынка Российской Федерации, стоит опять упомянуть инфраструктуру, связанную с Евроклиром, который заработал. А, ну на самом деле тоже, во-первых, все в цене, инвесторы зашли иностранные. Уже, да, уже. Просто, ну это была, конечно, тема прошлого года, то есть там был реальный инфраструктурный риск, который инвесторы отыгрывали. То есть на ожиданиях, да, вот этого, так сказать, запуска Евроклира, на ожиданиях в конце года. Да, в конце года, да, естественно, доходности падали. Но сейчас это уже, как бы, это уже работает, Евроклир работает. Инвесторы иностранные берут, закупаются с бумагами. Ну, что мы видим по динамике притоков фонда облигаций, например. Ну, на твой взгляд, по крайней мере, если сравнивать ситуацию на долговом рынке, вот с точки зрения инфраструктуры, которая была до того, как заработал, да, этот Евроклир, и сейчас. Ну, мы видим, что институционалы заходят, так что работает. Работает. Но это сильно упростило им жизнь. Ну, вообще, вообще, да. Для некоторых американских профондов нельзя было закупать бумаги, если они не Евроклиры. Они там использовали какие-то более сложные схемы, и многие не заходили. Именно по этой причине, да? Ну, были эти причины, конечно, тоже. Ну, и... Ну, в целом риск, в принципе, российского рынка упал, ну, снизился с введением Евроклира. То есть там премия, она отыгралась, в общем, это Евроклир-премия. Если сравнивать долговой рынок России, Европы, Америки, с точки зрения, последний раз уж я этот вопрос задам, с точки зрения инфраструктуры, мы уже приблизились к уровню мировому. То есть никаких существенных отличий с этой точки зрения. Ну, а иностранцы могут закупать наши бумаги, используя, ну, пока КФЗ там, в основном. Ну, то есть... Инфраструктура похожа. Да, похоже. Ну, чтобы об этом говорить. Не нужно никаких дополнительных схем. Я понял. Хорошо. Значит, мы сейчас прервемся. Мы послушаем новости на Финам.ФМ. Потом продолжим наш эфир, говоря о долговом рынке. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему долгового рынка. Ну, а то, что внешний фон не способствует оптимизму, это очевидно уже. Не случайно мы смотрим на этот самый долговой рынок. Напомню, в гостях сегодня Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра, и Дмитрий Монастыршин, заместитель начальника отдела анализа предприятий и отраслей Промсвязь Банка. Продолжим, да, продолжим начатый, предложенный Артуром, собственно, да, разговор. Дим, извини, уж ты, сказать, из первой части немножко выпал. Учитывая твою специализацию на корпоративах, да, вот по поводу ОФЗ, Артур много интересного рассказал. А что интересного есть в корпоративном сегменте долгового рынка? Ну, я поддержу коллегу о том, что сейчас действительно наблюдается высокий спрос на облигации. И на облигации не только на ОФЗ, но и на имитентов корпоративного сектора, на банковские выпуски. Проходит сейчас размещение и в корпоративном сегменте, и среди банков. Вот, в частности, вчера проходило размещение облигаций кредит Евробанка на 5 миллиардов выпуск. Начиналось маркетироваться взаим в диапазоне 9.75-10.0 на два года. В итоге размещение прошло, диапазон по купону снизился до 9.3-9.4. То есть спрос был серьезный, да? Спрос хороший есть, да. Убрир также разместился по нижней границе маркетированного диапазона. То есть, несмотря на то, что рынки падают, рубль ослабляется, нефть падает, такая негативная динамика на рынках, тем не менее, есть спрос на облигации, и причем размещение проходит именно по нижней границе. Что подсказывает, говорит именно об интересе, о сильном интересе к этим бумагам. Я по поводу рубля, вот ты сейчас заговорил, нет ли здесь некой раскалеряции, ну и отсутствие логики, да? Что с одной стороны, да, инвестор, и прежде всего, наверное, да, иностранный инвестор покупает инструменты, номинированные в рублях, а рубль падает при этом. Вот что происходит? В этот момент выводят деньги из средних акций, минимум. То есть там, да, оттуда сильнее, чем приток сюда. Да, здесь просто, правда, здесь такая есть, называется, декаплинг, там, английский, ну, можно сказать, раскалеряция, в общем. Рынок, там, правда, долговой, но живет немножко отдельной жизнью от всего остального рынка российского. Это очень интересная закономерность, которую мы наблюдаем уже. И ничего сделать не можно. С осени, там, в начале осени. А можно говорить, если, ну, так, условно очень, да, если действительно так происходит, то объем, объемы рынка акций больше в разы, чем объемы рынка облигаций. Ну, если вот он не дает возможности рублю укреплять, несмотря на спрос. Ну, вот, если посмотреть на ситуацию прошлого года, то в прошлом году, когда рынок акций падал, и когда рубль падал, рынок облигаций, он тоже падал с небольшой задержкой. В этом году рынок более сильный, и он более сильный за счет того, что как раз есть больше средств, есть приток средств иностранных инвесторов, и именно вот этот приток средств, он поддерживает рынок и не дает рынку упасть. Да, и, как я сказал, чувствительность реального глобального фактора, она снизилась. То есть, опять-таки, есть какие-то другие факторы, которые заставляют, ну, которые оказывают поддержку хорошую. Как я сказал, это опять отслеживание инфляции. И второе, это просто большой спрос со стороны глобальных резидентов на облигации emerging markets, соответственно, российские ФЗ. Я понял. Хорошо, давайте вернемся к тему ты предложил чуть выше, поговорим о политике Банка России, да, насколько связаны все. Ну да, в общем-то, мы видим, что, например, вот сегодня продолжилось снижение доходности на рынке ФЗ, ну, то есть, начали опять инвесторы закупать бумаги. С чем я связываю это? С тем, что вероятность снижения ставок Банка России снизилась, воборот, увеличилась, увеличилась. Вероятность, почему? Мы видим заявление Эльвиры Набиулиной, которую мы уже знаем, что станет главой ЦБ в июне. Она сказала, что, ну, в общем, она сказала, ну, посмотрите, очень много она сказала насчет российской экономики, насчет политики ЦБ России, и мы поняли, что вероятность очень большая, потому что она снизит ставки. Ну, когда она придет, то есть, на июльском заседании, очень вероятность большая, что будет снижена ключевая ставка. Ну, на каком еще раз? На июльском. Июльском. Ну, это уже... То есть она вступит в должность в июне, да, и сразу же... Вероятность большая, что в июле, но мы ожидаем, что уже в мае... Уже на 0,25 может, да? Ну, может быть, потому что, в общем, мы видим, что экономика показывает, в общем, неважные показатели роста. Правда, вот вчера Росстат опубликовал статистику по некоторым, по сфере потребления, в общем, показал некий отскок, но мы все-таки видим, что такой тренд последних четырех месяцев, например, он все равно нисходящий по показателям потребления, инвестиций какие-то отрицательные там... отрицательные показатели роста показали. В общем, в общем... Ну, действительно, да, я хотел бы по статистике озвучить некоторые цифры. Статистика промо-производства в марте была положительной и компенсировала падение января-февраля. В итоге, по первому кварталу промо-производство демонстрирует нулевой рост. То есть, ну, до марта скомпенсировала падение, но рост это нет промо-производства, и нужны меры, которые бы стимулировали экономику. При этом ануфляция замедляется, это говорит о том, что ЦБ действительно будет использовать такой механизм, как снижение ставок уже в ближайшее время. Ну, так, кстати, вот в частности, да, Эльвира Набиуллина сказала, что, естественно, чтобы российская экономика росла, надо какие-то институционные меры, ну, институционные реформы придумать. Но чтобы в краткосрочном периоде разогнать экономику, можно ее стимулировать. То есть, это опять-таки намек о том, что, когда Эльвира Набиуллина придет на пост главы ЦБ, она снижается, снижается ставки. Ну, и, ну, опять-таки, еще повторюсь, что и вероятность того, что Банк России уже на майском состоянии снижается ставки, тоже высокая. Ну, вот, кстати, в общем, инфрация снижается. Да, хорошая фраза. В краткосрочном периоде надо стимулировать, а долгосрочно нужны какие-то революционные идеи. Ну, да, это, конечно, парадокс большой. То, что, в общем, чтобы российская экономика развивалась, все-таки необходимо информировать институты, и не через стимулирование спроса развивать экономику. То, что стимулирование спроса, оно обычно приводит к росту инфляции, да. Необходимо, там, страны предложения запускать экономику. То есть, действительно, какие-то, да, идеи более глобальные. Дима, как ты видишь развитие экономики России в ближайшей перспективе? Ну, развитие экономики, там, модернизации, развитие какого-то промышленного производства, нам говорится уже последние, наверное, 50 лет. Много лет, да. Но там, как в 70-м году структура экспорта была российской, такой она и осталась. Хотя, например, если взять в Турцию, в Турции за последние 5 лет, экспорт вырос в 10 раз. И как раз вот за счет проведения реформ в экономике, развития машиностроения, развития сельскохозяйственного экспорта, развития туризма, продемонстрировала экономика такие мощные результаты. Да, ну, нужно развивать производство, промышленность, но пока в этом направлении у нас сложная среда и сложно это делать. Хотя есть инвестиционные проекты, их много, но пока вот дорогие ресурсы, дорогие деньги, растет стоимость рабочей силы, растут зарплаты. Поэтому пока компаниям сложно реализовывать инвестиционные проекты. Кстати, вот ты о Турции упомянул. Действительно, да, пример достаточно яркий, тем более все-таки Россия и Турция. Мы все время так, да, с высоты своего полета птичьего все время сравниваем. Но как бы не сравнивай, тем не менее, есть же результаты, и они налицо. Вот нет этих проблем в Турции, да. Дороговизны ресурсной базы, дороговизны рабочие силы. Этих проблем нет, причем они тем не менее поднимаются, а мы нет. Хотя, скажем, если говорить об уровне жизни населения, средний уровень доходов населения в России, в Турции, вот по оценке Всемирного банка, он сопоставим. Где-то 650-750 долларов на одного человека. То есть, в принципе, рабочая сила стоит столько же. Может быть, природные, там, климатические условия более благоприятные. Ну, климатические условия, если там все время жарко, то там вряд ли хочется работать все время. Тем более мы вспоминаем с этой точки зрения, допустим, тот же Евросоюз, да, и лузеров Евросоюза, ну, там, на юге где. Которые традиционно не очень любят. Другой страны можно вспомнить Австралию. Там тепло, но там экономика развивается. Да, согласен. Кстати, опять-таки, это корректный, наверное, будет сравнение, потому что Австралия тоже сырьевая экономика, да, основной. В общем, да. Да, основные доходы, да, от импорта промышленных металлов, ну, разница очевидна. Хорошо. Ну, дай бог, чтобы все случилось. Тем не менее, давайте вернемся к нашей теме. Вот если предположить, что в данном случае новая монетарная, ну, условно говоря, новая, да, свежая монетарная политика, политика смягчения, да, снижения процентных ставок, приведет, пусть даже в краткосрочной перспективе, к какому-то экономическому, заметному экономическому росту. Ну, незаметному, все-таки. Ну, к какому-то росту экономическому. Приведет. Как это отразится на долговом рынке Российской Федерации? Что инвестор воспрянет духом и будет перекладываться все-таки в рисковые активы? Артур, как ты думаешь? Хороший вопрос, на самом деле. Ну, вообще в теории, да, и рост экономики будет отражен на росте доходов компаний, естественно. Что логично будет расти рынок акций, да? Ну, это теория. Это теория. Практику мы видим, на самом деле. Здесь все завязано, опять-таки, на... Ну, если мы сводим все крюнку акций, да, то здесь важен просто сентимент насчет России, насколько она интересна для вложений. Ну, в чем этот сентимент? Я с тобой согласен. Нужна идея какая-то глобальная. Почему? Просто глобальные фонды выходят из нас. Да, потому что они не видят вот этих самых перспектив, да, развития экономики прежде всего. Ну, и, во-первых, они еще не видят, что российские институты... Способны что-то, да, менять, что-то... Реформироваться. Мы видим, что, ну, скажем, год назад, перед выборами президента, да, многие писали о том, что, когда будет сформировано новое правительство, мы видим какие-то новые инициальные изменения. Да, и все начнется сразу, да. Ну, мы видим то, что, в общем-то... Ничего не произошло практически. Ну, да. Ну, то есть, сложно вообще это загадывать на такой... Ну, я понимаю тебя, и, может быть, извини, уж вопрос не очень корректен был, но, в любом случае, мы, как бы, пытаемся, да, какие-то прогнозы сделать, хоть это дело и неблагодарное, неоднократно я повторяю эту фразу. Ну, здесь, опять-таки, единственное, видимо, что спасет, такой среднесрочный перспектив, это то, что глобальная экономика начнет опять расти большими темпами, да, после того, как Европа более-менее свои проблемы там решит, известно, наш торговый партнер начнет развиваться, больше спроса нашей продукции будет. Причем правда, да, что Европа, в данном случае, наш, ну, ближайший торговый партнер, если говорить. Ну, естественно, ближайший, то, что... Географический. Мы видим в том, что, скажем, экспорт у нас замедляется в течение, там, последних полугода, из-за того, что Европа начнет меньше закупать газа. Там, конечно, будут еще и другие проблемы, там, известно, что есть в Америке так называемый шейл-гейл, когда американцы больше добывают газа и нефти из нетрадиционных источников. Газа, они сейчас строят газовый терминал по сжижению газа. То есть они, да, от экспорта на импорт уже подумывают. Да, ну, то есть этот газ потом скоро придет в Европу, который, там, в три раза дороже, чем в Америке стоит. Естественно, еще негативный сентимент по нашему экспорту, в общем-то, в такой долгосрочной перспективе. То есть получается, с одной стороны, да, ну, даже... Ну, то есть, несмотря на то, что если глобальная экономика восстановится, это не будет говорить о том, что Европа будет такой же большой спрос продавлять на российский газ, как было, там, скажем, года три назад, условно. То, что скоро будет там... Акценты изменились, акценты изменились. То есть сложно, правда, прогнозировать на состояние экономики России, на такой среднесрочной даже перспективе. Просто мы видим, что, да, де-факто российская экономика замедляется, ну, как из институциональных проблем в России, так и, естественно, замедление экспорта в Европу. Но мы не знаем, что будет дальше, в общем. Согласен я. Ну, тем не менее, вот эту мысль я хотел бы озвучить, конечно, что у нас, с одной стороны, есть внутренние проблемы, которые не дают развиваться ничему, да, и экономике, и рынку, и чему угодно. И в то же время нас еще, естественно, глобальные проблемы тоже тормозят. Видите, как нам тяжело, бедолагам. Ладно, слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Продолжим сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра, и Дмитрий Монастыршин, заместитель начальника отдела анализа предприятий и отраслей промсвязь банка. Мы говорим на тему долгового рынка, потому что, очевидно, что, по большому счету, да, интерес сейчас только там, да, возможность заработать, ну, давай так уж, говорить прагматично, да. Интерес глобальных инвесторов. Интерес глобальных инвесторов, да, они смотрят, где заработать, и, в частности, на развивающихся рынках, на рынке Российской Федерации такую возможность дает увидеть только... Кстати, значит, если говорить опять-таки о долговом рынке, еще одна была изменена, так сказать, парадигма, что мы раньше не видели, это то, что сюда пришли именно долгосрочные инвесторы. То есть, скажем, год назад все бы засмеялись, когда кто-нибудь сказал бы, что на российский долговой рынок придут долгосрочные инвесторы, да. А почему смеялись? Ну, засмеялись бы, ну... Ну, почему засмеялись бы? Потому что Россия всегда расценилась как рисковый рынок. Площадка для спекуляций, да. То есть, если какой-то был сентимент, что, скажем, российские доходности будут падать, сюда приходили инвесторы, закупались, держали бумаги, отыгрывали идею и уходили. То есть, такая логика. Сейчас, если посмотреть на статистику центрального банка, мы видим, что за первый квартал доля нерезидентов ФВЗ практически не изменилась, несмотря на то, что ставки выросли на рынке в феврале. То есть, они держали... То есть, парадигма изменилась, а они все равно остались, да. Это говорит о том, что они все-таки не спекулянты. Да, они видят... То есть, нерезиденты зашли с идеей о том, что инфляция будет, благодаря инфляционному таргетированию со стороны ЦБ, снижаться. Соответственно, это достаточно... Это стратегия таких институционалов вообще. Соответственно, мы видели, что доли, несмотря на какие-то там... Несмотря на рост инфляции в феврале, они не убегали из бумаг. То есть, спекулянты уходили, приходили институционалы. То есть, такая интересная парадигма. Ну, это позитив все-таки, да? Если на рынок приходят долгие деньги, это длинные деньги, это всегда... Ну, вообще, то, что на рынок российские пришли... Серьезные люди. В общем, доля нерезидентов увеличилась. То есть, скажем, год назад, там, в январе, в ФВЗ было примерно 3 миллиарда долларов средств нерезидентов. Сейчас 15. То есть, это... Серьезно. То есть, при том, что рынок на любой ликвидный бумаг, то есть, там, 2 триллиона рублей, то есть, а сейчас нерезиденты держат больше 400 миллиардов рублей. То есть, большая доля. Кстати, если говорить, Дим, если говорить о корпоративных, да, бумагах, то там вот эти вот серьезные люди, да, институциональные, как их Артур называет, долгие инвесторы, ну, если можно это отследить, они присутствуют? Или там тоже, в основном, спекулянты? Ну, спрос иностранных инвесторов, он предъявляется на бумаге инвестиционной категории эмитентов с рейтингом «Трипл Би» у нас не так много. У нас не так много таких корпоратов просто, да? Там это первые десятки компаний, да, это «Газпром», «Лукойл». Знакомые фамилии, я вам скажу. Еще несколько времен, а корпораты второго эшелона и третьего, до них, конечно, эти деньги не доходят. Ну, вообще, в принципе, изначальная идея приходом нерезидентов была реализована только на рынке ОФЗ в основном. То есть, мы поэтому видели, что спред между доходностью первого эшелона и ОФЗ расширился. То есть, скажем, год назад была нормальная ситуация, когда спред был там 100 базисных пунктов. Ну, это нормальный спред, да? Ну, год назад был нормальный, да. То есть, скажем, ОФЗ дает доход на 7%, там, какой-нибудь первый эшелон, типа «Газпром», там, всем известным компанией, Россия, Кодбанк, например, дает там 8%. На один процентный пункт больше. Из-за того, что инвесторы в основном отыгрывали идею Евроклира на ОФЗ, спред сильно расширился, до 180 базисных пунктов. И он пока не склопывается. Естественно, ну, то есть, он должен в теории вернуться на нормальный уровень. Ну, как минимум на 100 базисных. Да. То есть, кажется, что это было бы очень справедливо, если бы так вернулось. То есть, на ближайший год, опять-таки, есть такая идея, если на рынке будет все хорошо, то лучше закупаться первым эшелоном. А, кстати, извини, пожалуйста, вот за счет чего? Обычно говорим мы о том, что спред в какой-то момент расширяется, он сужается. Все время есть две возможности. Либо тот, кто снизу стоит, будет расти, либо кто-то сверху будет падать. Ну, нет, во-первых, есть бенчмарк. Бенчмарк — это ОФЗ. То есть, на него, ориентир на него все время, да? Ну, естественно, то, что первый эшелон, он, справедливая оценка первого эшелона, опять-таки, от бенчмарка идет. Соответственно, то есть, в данном случае ОФЗ должны, да, доходности подрасти для того, чтобы схлопнулся спред, должны подрасти доходности ОФЗ. Нет, нет, нет. Нет? Наоборот. Наоборот. Бенчмарк, он своей жизнью живет. Соответственно, идея в том, что часть средств нерезидентов должна в какой-то момент перейти... Пойти в корпоратив, да? И там доходность схлопанется. Ну, не схлопанется, но начнется снижаться. Снижаться, да, и достигнет вот этих приемов. То есть, есть такая идея о том, что в ближайший год, возможно, это произойдет. Но, опять-таки, нужен, естественно, реальный приток денег в бумаге первого эшелона, чтобы эта идея сработала. Ну, смотри, Дима, вот за счет чего этот приток может произойти, да, если такая идея существует? За счет того, что глобальный инвестор наелся уже ФСЗ и видит там уже доходности, да, не совсем... И он ищет... Ну, да, да. Либо, может быть, сами корпоративы предложат там нечто, что туда вал вам сразу прийти. Ну, здесь, конечно, фактор того, что доходности по ФСЗ снижаются, и в поисках более интересных вложений инвесторы должны пойти в облигации первого эшелона. Ну, при этом здесь возможность сыграть такая идея, что российские игроки, продавая инструменты первого эшелона, освобождают лимиты и, соответственно, могут больше взять на баланс, могли бы больше взять на баланс риск второго и третьего эшелона. Но здесь наш ЦБ подложил такую, можно сказать, мину для наших банков. С этого квартала увеличил нормы резервирования по облигациям, по ценным бумагам второго и третьего эшелона. Поэтому банкам невыгодно нашим покупать эмитенты второго и третьего эшелона. Опять же, спрос только на безрисковые, то есть на бумаги инвестиционной категории BBB. То есть, опять парадокс получается. Соответственно, мы все ратуем, я думаю, что и наши финансовые власти ратуют за то, чтобы рынок наш, в целом фондовый рынок, жил полной жизнью. Любая, да, любую... С другой стороны, действия ЦБ, то они тоже, в общем, попадаются логики, что он все-таки хочет, чтобы российская финансовая система была стабильной. Да, более устойчива, да, то есть снижаются риски в данном случае, да, если он говорит о том, что... Ну, в общем-то, такая цель заявляет самим ЦБ. Ну, вот и получается, да, парадокс. Ограничение для стабильности. А каким образом тогда сделать так, чтобы все-таки, да, второй, третий эшелон не был совсем уж на задворках рынка, чтобы он тоже каким-то образом жил? Дима, как это сделать-то? То есть, опять мы говорим о том, что нужны, да, деньги, нужны... Ну, у него в задворках рынка, почему? Ну, вот, как Дмитрий говорил, что на днях там кредит Европы разместился в Убрьюру, там тот же. Это же не первый эшелон. Третий эшелон размещается, это хорошо, с переспросом, по нижней границе, третий эшелон. В общем, это неплохо. Ну, в общем, деньги доходят, конечно, но не в тех объемах, то есть они, конечно, больше потоку наседает в первом эшелоне. Вот, а второй, третий эшелон, ну что, компаниям остаются такие инструменты, как кредитование. И у банков, банки этот инструмент используют, то есть здесь, ну, единственное ограничение, что банки требуют залогового кредитования, в том числе для реализации инвест-проектов, конечно, компаниям нужны беззалоговые деньги. То есть не каждая компания может залог просто предоставить? Не у каждой компании, да, есть залог обеспечения, и это в том числе сдерживает рост инвестиций. Я понял. Хорошо, значит, мы, смотрите, с вами говорим о долговом рынке как о некой альтернативе, да, относительно малом риске по сравнению, да, с рынком акций, рынком акций в этом случае. А если поговорить о, ну, давайте так, даже не о сырьевых инструментах, а традиционно об инструментах, которые, ну, в какие-то, видимо, да, моменты нашей жизни могут служить либо убежищем от риска, либо, может быть, даже инструментом, позволяющим зарабатывать. Ну, в частности, да, понятно, интриги никакой нет. Я хотел бы, значит, с вами обсудить последние события на рынке драгоценных металлов, в частности, на рынке золота. То, что произошло на прошлой, в конце прошлой, в начале этой недели, ну, до сих пор не дает успокоиться, я так понимаю, и тем, кто смотрел на этот рынок, кто активно, может быть, торговал, да, контрактами на золото, ну, и даже, может быть, обычному обывателю, который на золото все-таки посматривает с точки зрения какого-то глобального, да, глобальной инвестиционной идеи. Вот я хочу услышать от вас, во-первых, ну, даже, может, во-первых, и, во-вторых, там, как последовательность, неважно. Значит, один вопрос такой, есть ли глобальные инвестиционные идеи в золоте на нынешний момент? Ну, вообще, да, в целом есть. Вообще, странно, вот я приходил сюда программу, два месяца назад, я говорил о том, что, скорее всего, золото будет падать. Ну, сейчас я, в общем... Ну, ты оказался прав, на всякий случай. Ну, упал, Антон, по другой причине, да. Ну, понятно, не потому, что ты сказал, это понятно. Главное, что ты сказал. В общем, я сейчас поменял свое мнение о том, что все-таки золото, скорее всего, будет расти. Ну, я поменял мнение из-за того, что какие-то новости новые вышли. Мы видим то, что Банк Японии взялся очень активно за стимулирование экономики, и мы также понимаем о том, что, возможно, мы понимаем о том, что Федеральная резервная система США, она будет продолжать активно поддерживать монетарными методами экономику Штатов, да. Соответственно, скорее всего, продолжение денег по миру будет расти, то есть денежная база будет расти. В принципе, возможно, поддержит этот актив. То есть, есть идея о том, что она будет все-таки расти. Ну, то есть она на чем основана? Если мы говорим, да, что большинство ведущих центральных банков продолжает политику монетарного количества стимулирования. То есть возрастает риск инфляционный какой-то, да, долгосрочный. Поэтому интерес к золоту, поэтому... Ну, да, вообще золото коррелирует, в общем, с объемом денег в системе. Ну, кстати, еще надо вспомнить о том, что сейчас, мы помним на днях данных по Китаю вышли, о том, что там экономика поднимесная выросла всего лишь на 7,7%, то есть очень маленькие показатели. То есть, возможно, мы видим, что и Китай начнет стимулировать монетарный метод для экономики. Конечно, там у них сейчас инфляционные риски какие-то есть, да, может быть... Ну, учитывая, да, динамику роста, всего лишь, 7,7%, на всякий случай, всего лишь, да? Ну, для Китая это всего лишь, безусловно. Ну, да, ну, то есть, мы видим, что и со стороны Китая, может быть, будет стимулирование экономики. Еще вчера, например, глава Бундесбанка заявил, что и ЦВ возможно снизить ставки, то есть, опять-таки, тоже... То есть, смягчение монетарной политики со стороны еще одного Центробанка возможно. То есть, в принципе, просто все глобальные Центробанки проходят ультрамятовку политику, то есть, они усилили степень ультрамягкости, если так можно по-русски сказать. Ну, и самое главное, это Банк Японии, который хочет за два года увеличить там... Ну, не за два года, я, честно, не помню, за какой срок, в два раза увеличить денежную базу. И 2% инфляцию он там поставил. Ну, да, да. То есть, Япония уже там больше 20 лет такую инфляцию не видела. То есть, это просто... Для сознания японца это просто революция. Я вам расскажу, у меня на прошлой неделе был Стин Якобсон из Саксабанка здесь. Вот мы обсуждали те же самые вещи, прогнозы они на 13-й год сделали. Ежегодный у них есть такой прогноз. Но они вообще известные оракулы. В хорошем смысле слова. И вот он мне предложил Пари заключить. Говоря о Банке Японии, о его таргете по инфляции на 2%, он говорит, давай поспорим, что... Пари выглядел так. Скорее, я заиграю в футбол, чем у Японии будет 2% инфляции. Вот такое у него предложение. Хотя, не знаю, может, он до сих пор уже играет в футбол. Я не стал с ним спорить. Ну, там просто в Японии правда революционная ситуация. С одной стороны, премьер, который готов проводить какие-то социальные реформы. И плюс реально стильно стимулировать экономику. И плюс глава Банка Японии... То есть, последние 20 лет мы видели, что Банк Японии говорил, что, ребята, мы не будем монетарно вам помогать. Давайте структурные реформы проводите, да? А сейчас впервые глава Банка Японии настолько явно хочет монетарно стимулировать экономику. То есть, такого не было в Японии. Да-да. И причем, я с тобой соглашусь, там именно команда подобралась такая. Ну, вот, начиная от премьер-министра, который формулировал эту идею, потом новый глава ЦБ, который ее яро поддерживает. Причем он там, я так и представляю, они стоят с красными флагами и кричат Ура-ура, шашки на голо. Ну, по крайней мере, на динамику доллар-иена, если посмотреть, там все видно. И на Никей посмотрите. И вен, да. Во-во-во. Так, ладно, мы посмотрим чуть позже. Сейчас давайте еще новости послушаем. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира. Сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра. И Дмитрий Монастыршин, заместитель начальника отдела анализа предприятий и отраслей, промсвязь банка. Мы сегодня обсуждаем текущую ситуацию на долговом рынке Российской Федерации, ну и, наверное, на всех других. А действительно, учитывая общую конъюнктуру мировую, все-таки долговые рынки сейчас более востребованы в глазах глобального инвестора. Дим, как ты? Есть такая информация? Ну, сказать, что долговые рынки более востребованы, наверное, есть спрос на все активы. Да, но конъюнктура рынка сейчас такова, что там в последнюю неделю из рисковых активов выходили, и даже выходили из некоторых безрисковых активов. Золото падало в прошлую неделю, но последние три дня мы видим, как золото активно восстанавливается. Есть спрос, то есть мы видим поддержку, и те программы количественного смягчения, которые проводят с центробанками, они поддерживают идею о том, что будущая инфляция, она будет съедать накопление, и необходимо вкладываться... Во что-то? ...в товарные, в товары, да. Ну, кстати, давайте об этом чуть-чуть поговорим, уж поскольку мы о золоте начали речь в прошлой части. Смотрите, действительно, да, нужно реальный актив какой-то. Деньги будут, денежная масса расти, ну, условно говоря, они будут обесцениваться, инфляция или будет съедать их, так сказать, покупателям посуду, или что-то другое, или их количество. Надо что-то реальное вкладывать. Вот в этом реальном, смотрите, нефть, она реальна, да? Ну, правда, она зависит от спроса... Вот, она зависит от состояния экономики. Ну, да. Если она, так сказать, экономика не растет, ну, нафига нефть такая, да? Что я буду в нее вкладываться, она растенима, она будет падать. Ну, да, мы можем говорить о промышленных металлах и так далее. И есть золото. Вот в чем реальность этого актива, я до сих пор не могу понять. Вы можете, конечно, сказать, оно используется в ювелирной промышленности, там какие-то супер-пупер технологии, где вот, да, в этой плато какой-то там миллиграмм золота есть. Ну, мне кажется, это же капля в море. Нет, Дима? Действительно, цены на золото поддерживают два фактора. Первый, это спрос на золото, как на металл, который используется в промышленности и в ювелирных изделиях. И второй, это спекулятивный спрос. Это именно вот составляющая, когда инвесторы вкладывают, покупают этот актив в надежде на то, что он сохранит их сбережения. Ну, то есть вот эта вторая часть... Вторая часть, вот в последний год она превалирует, она двигает цену. А если мы посмотрим на нефть, то вот текущие котировки цен на нефть, это вот уровень... Многолетний, можно говорить. 2007-2008 года. Она то вырастет чуть-чуть, то упадет. Ну, она болтается в районе, а золото выросло. А золото выросло уже в два раза. На сотни процентов, да. Уже в два раза по сравнению с 2007 годом. И вот этот рост двукратный, это, наверное, спекулятивная составляющая. И как она... Сохранится ли она в среднестрочной перспективе, сказать сложно. Но вот идея того, что центральные банки проводят политику монетарного стимулирования, она, наверное, будет поддерживаться. Поддерживаться. Да, золото, да. И если говорить о мировой экономике, то на прошлой неделе и на этой неделе выходящая статистика и ключевые прогнозы заключались в том, что прогноз динамики мирового ВП на этот год, он, к сожалению, был пересмотрен в меньшую сторону. Это говорит о том, что ожидания не оправдываются. Экономики замедляются все-таки, да? Экономика Китая растет более медленными темпами, а экономика еврозоны медленнее восстанавливается, чем ожидалось. И вот, конечно, эти факторы, они будут поддерживать спрос на золото. Точнее, чуть больше падает, чем мы ожидали. Ну, да, да, да. Хотя, хотя, вот цены, они перегреты, они спекулятивные, но, тем не менее, спрос есть. Я вам хочу сказать, вот последние события, 250 долларов, еще раз потерял золотой металл, вот несколько выпустили пар, да? Сейчас главное, значит, откорректировались, да, причем действительно давно стояли уже там на хаях. Ну, там было просто опасение инвесторов, что многие центробанки будут скидывать. И причем, вот, по неподтвержденным данным, Кипр все-таки, да, продавал там часть своего золотого запаса, чтобы... Ну, то есть, инвесторы подумали о том, что, в общем, в Европе есть другие страны с проблемой, там, как-нибудь в Словении, например. Совершенно. И почему бы им тоже, да, взять и золото не сбрасывать? Ну, то есть, есть была такая, в общем, спекулятивная новость. Так вот, Артур, смотри, вот Дима начал рассказывать, да, мне очень понравилось, и, тем не менее, если можешь, объясни мне, спекулятивная составляющая в цене на золото, она на чем основана? Ну, то есть, еще раз повторю, да, я хочу деньги сохранить и вкладываю в реальный актив. Ну, можно как-то, в общем-то, если для понимания, можно как-то даже так посмотреть, да. Ну, опять-таки, есть денежная база во всем мире. То есть, есть некая, может быть, так, вечная ценность есть, да, на протяжении многолетних, там, событий, исторической цивилизации. Да, можно подумать, есть вечная ценность золота, есть тленные деньги. Ну, бог с ним, деньги, они действительно тленные, нет. Просто мне... Они растут, и золото... Ну, в общем, денег растет в экономике. Ладно, я тебя перебил. Итак, в чем спекулятивная идея золота? Спекулятивная. Дело в том, что Центробанки будут печатать деньги, и мы видим то, что Китай, правда, чуть медленнее, чем надо, растет. И, видимо, там, как-нибудь Банк Китая начнет, ну, Центральный Банк Китая печатать больше. Мы видели в заявлениях ФРС о том, что если будет все плохо, ну, будет худше в экономике, мы вам поможем. Мы видим, что ЕЦБ готов скупать облигации периферии стран на каких-то проблемах, и готов снизить ставки. Ну, не то, что готов снизить налоги, возможно, снизить ставки скоро, из-за того, что экономика там не растет. Японцы печатают деньги, и будут печатать, пока инфляция там... Не запустится инфляция, не запустится там... И будут печатать, пока Бог не разлучит их. Ну, да, то есть... Ну, когда... Актив меньше не зависит от спроса в реальной экономике, как, например, нефть, да, например... Соответственно, он больше будет зависеть от монетарных факторов. Золото как раз больше зависит от монетарных факторов. Еще, если говорить о спекулятивной составляющей в нефти и в золоте, то хотел бы обратить внимание, что, например, себестоимость добычи нефти на трудноизвлекаемых территориях, таких как и Россия, примерно 40 долларов за баррель. А в Саудовской Аравии примерно 15 долларов за баррель. При текущей цене... Что-то копейки, да. Это видно, какая спекулятивная составляющая заложена в ценах на нефть. То же самое в ценах на золото. Поэтому, конечно, вот в настоящее время цены на вот эти товары, они отырваны от реальности. Ну, ладно. Опять у меня вот... Я сравниваю действительно, да, спекулятивный интерес в нефти и спекулятивный интерес в золоте. Но нефть все-таки это реальный актив, который необходим. Просто необходим для того, чтобы жизнь продолжалась. Золото нужно, чтобы жизнь продолжалась. А спрос на золото еще поддерживают Центробанки, которые держат золотовалютные резервы. Поэтому вот это актив, который не менее необходим, чем нефть. Не менее, да, да. Причем, на самом деле, логика Центробанки, я думаю, там же, вот в этой спекулятивности. Почему в золоте надо хранить свои активы? Почему в золоте? Почему, я не знаю, не в граните? Ладно. Бог с ним, с золотом разобрались. По крайней мере, смотри, я... Артур. Хорошо, правильно. Да, да, да. Я хочу напомнить, что некоторое время назад ты предсказывал, предсказывал, да, что золото упадет, и оно упало. Делай выводы, пожалуйста, делайте. Ну, правда, у меня предпосылки были неправильные. Нет, неважно. Сейчас уже о предпосылке никто не говорит, да. То есть, главное, что оно упало. Почему оно упало? Кто сказал, что... Это неважно. Ну, это судьба всех оракулов, понимаешь? То есть, да, ты долгие годы, может быть, гоним, потому что ты предсказываешь, а оно никак. Оно предсказываешь, никак. А потом оно случилось, и все, и ты на лаврах почиваешь. Никто не вспомнит, почему так ли ты говорил. Главное, что ты угадал. Так, хорошо. Ну, и осталось немножко времени. Давайте, это немножко не ваша тема, я понимаю, но мы поговорим тогда в глобальном смысле о рисковых активах, о рынке акций, прежде всего. И парадокс сразу же. Я хотел, чтобы вы мне объяснили. Смотрите, интерес к риску во всем мире, да, низок, на низком уровне, именно поэтому мы говорим, что есть... Тут есть вера ФРС. Да, вера. Это все перевешивает, в общем. Так вот, да, а этот самый, американский рынок на хаях, на исторических максимумах стоит. В чем логика, Артур? Ну, опять-таки, я как уже сказал, есть вера ФРС, мы знаем, ну, в общем, во-первых, Федеральная резервная система США скупает активы на вторичном рынке, то есть ликвидность добавляет, и ликвидность, естественно, по всем рынкам размывается. Ну, и мы знаем, что, что бы ни случилось, придет Бен Бернанке и скажет, что мы загубим еще. На денег, на денег, на денег. То есть деньги разбрасываются, как говорят, с вертолета. Да, да, ну, его так и называют, да, насколько я помню, Бенни-вертолет. Ну, такой, извините уж, сленговый такой термин. Дим. Ну, что бы ни происходило, экономика США, она остается первой экономикой в мире. Это экономика, генерирующая наибольший объем производства товаров, и помимо денег, там есть еще кое-что в экономике заложено. Да, просто да, это хорошая тема для обсуждения, потому что и правда мы видим, что американская экономика восстанавливается. Несмотря на то, что, скажем... То есть мы можем, да, шутить по поводу вот этих вот действий ФРС, да, там что-то обсуждать. Да, мы видим, что в Вашингтон вечно какие-то проблемы строит. Из-за фискального обрыва секвестра совокупный спрос будет снижен в этом году. Но мы видим, что в реальной экономике есть очень большие зеленые ростки. И опять-таки это связано с тем же шельфовым газом, пришельфовым как-то. В том числе, в том числе, да? Да, в том числе ресурсы становятся дешевле в экономике американские, газ очень дешевый. И там начинается восстановление промышленности тоже. Кстати, в связи с этим есть основания нам с Вами ожидать того, что многие, ну, прежде всего, американские предприятия, да, для показателей рентабельности, для улучшения показателей рентабельности, в свое время выносили производство за пределы Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно, о чем происходит. Да, ресторинг называется, процесс возвращения рабочей силы. Ну, не только обратно, но, скажем, в Мексику еще. Там, то есть, да, есть такой тренд на возвращение как в Америку предприятий, но также и в ближайшие страны, из которых легко привозить обратно. Ну, то есть, логистика, да, там, как бы, так сказать, проблемы логистики. Ну, мы знаем, что в Китае затраты на труд растут, там большое, темпы роста бешеные. Я, честно говоря, точно не помню цифру, больше 10% в год заработной платы. Да, через пару лет зарплата в Мексике будет такой же, как в Китае. Нефть дорогая, дорого возить по морю товары, да, проще, а к тому же Мексика лежит близко к дешевому американскому газу, да, например. Соответственно, скоро очень много товаров будет для американского рынка произведено в Мексике, например. Ну, и в том же Америке, в ту же Америку возвращается производство, то есть то, что газ дешевый, ресурсы дешевые и легче, быстрее доставить до потребителя. Ну, и надо не забывать, да, что две главные задачи сейчас стоят перед экономикой Соединенных Штатов Америки. Это, соответственно, снизить инфля... пардон, это снизить уровень безработицы, да, до прививления, да, 6,5 и, соответственно, создать рабочие места. Да, и в данном случае вот это как раз одно из решений этой проблемы, если, да, производство опять будет возвращаться в Америку. Ну, пока решение проблемы это то, что дешевый газ. Все-таки вот это пока видится очень большим потенциалом для вообще роста Америки, конечно. С этой точки зрения, Дима, Европа все-таки, да, наверное, менее оптимистично выглядит, как ты считаешь? Да, Европа, конечно, ну, прогноз на этот год о том, что в Европе продолжится рецессия, и только в следующем году Европа может продемонстрировать там восстановление экономики. Но Россия традиционно, как ориентированно на европейский рынок, страдает от этого, хотя в последние годы мы уходим от зависимости, и как раз вот наше стратегическое положение между Европой и Азией, оно нам помогает, и в последние годы... Ну, мы по собственной инициативе уходим от зависимости, или просто... Нас вынуждают. Нас вынуждают, да. Европа, видишь, она все время в ползу встает, тем более у нее сейчас альтернатива будет из Атлантики, да, и мы вынуждены переориентироваться на Азию, на Китай. Конечно, можно сказать, что это вынуждено, но это не только... Ну, главное, что есть такая возможность, да? Главное, что возможность есть, да, и там строятся нефтепроводы, строятся газопроводы. Российские металлурги ориентируют экспортные потоки, экспорт угля, экспорт металлов, экспорт руды на китайский рынок, азиатский. Ну, с неизбежно на новых разверситетах, в общем. Нам это, конечно, очень сильно помогает. Ну, это здорово, главное, чтобы все эти действия были не напрасны, да, чтобы, так сказать, спрос из этого региона поддерживал наших производителей. Скорее всего, он будет расти из этого региона, в общем. Я понял. Спасибо, спасибо. У нас время закончилось. Я благодарю вас. Да, спасибо. Артур Копышев, Дмитрий Монастырь, сегодня в сухом остатке. Спасибо вам огромное за участие. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов на рынке. Всего доброго.